Привет, я Ваня и я рисую на канале Рыба Кит. Сегодня я буду рисовать светофор и я зову тебя рисовать со мной. Будет вот так здорово. Рисуем мы поэтапно, не спеша, на белом листе бумаги, акварелькой или гуашью. Сегодня я выбрал гуашь мультики, гамма 12 цветов, насыщенные яркие цвета, хорошо смешиваются, ложатся на бумагу. И мы сейчас нарисуем классный светофор, сочный, яркий. Для этого нам понадобится средняя кисточка толщины, хорошее настроение и знание светофора. А если ты не знаешь, то рисуй со мной, будет просто, 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 просто. Мочи кисточку и рисуй черным цветом сразу. Черный цвет, ты скажешь, да, черный цвет. Сначала нарисуем прямоугольник, огромный прямоугольник. Вот такой вот отсюда. Вот так вот он идет. Раз и вниз. Два, три. Сразу рисуем кружочки. Раз кружочек, два кружочек. Надо, чтобы три кружочка, ты знаешь же, чтобы влезло, да? Два кружочек и третий кружочек влезает. Все это рисуем черной краской. Так, черно, черно, черно. Страшно, страшно, скажет мама. Я скажу, не страшно. Вполне возможно рисовать черной краской. Будет красиво. На белом фоне это выглядит очень здорово. И потом, ты вижу, видел, все светофоры, они такие черненькие. И действительно, мы рисуем настоящий светофор. Закрасим. Закрасим все, что осталось, кроме вот этих вот кружочков. Внутри их красить не будем, потому что мы их будем красить куашью. Но сначала надо понять, что светофор, конечно, здесь красный, желтый, зеленый. Внизу это, да? Но сверху у него крышка такая, нарисуем. А налево и направо часто светофоры тоже светят. И вот это мы ей тоже хотим показать. Я хочу показать, что над каждым светофором, налево и направо, есть такой козырек. И вот я его и рисую. Здесь, здесь и здесь. Здесь рисуем палочки. После этого козырьки продолжаем рисовать. Все это очень легко рисовать кисточкой, потому что кисточка рисует за тебя. Тебе не надо давить, рисовать, там как-то тянуть. Все это мазнул, все готово. И не забудь рисовать палочку, на которой стоит светофор. Хотя он, ты знаешь, может и висеть, да? Отлично. Светофор у нас прям суперский, но еще без цветов, без цветов. И смываем кисточку очень тщательно. Старайся смыть как можно чище, чтобы она чистая, чистая, чистая была. В конце даже можешь вытереть ее об тряпочку какую-то, салфеточку. Это чтобы она совсем чистая была. И теперь поэтапно будем брать цвета. Сначала красный. Ты знаешь, зачем красный цвет и красный цвет. Красный цвет нам... Цвет очень яркий, сочный и вообще такой горячий. Он такой активный, да? И он нам показывает, что, ребят, нужно стоять. И здесь показывает, что тоже он везде светит, да? С этой стороны, с этой и с этой, да? Он нам показывает, ребят, постойте, никуда не надо идти. Стоит. После этого смываем кисточку тщательно, потому что следующий цвет желтый. Ты же знаешь, желтый цвет берем его побольше и мажем сверху прям. Вот тут с желтым цветом. Получается, желтый цвет у нас такой сочный-сочный. Он нам говорит, предупреждаю, скоро надо будет двигаться или останавливаться. В общем, внимание, да, говорит. Отлично, это мы тоже сделали. И теперь берем последний цвет. Цвет, который мне больше всего нравится. Это зеленый. Конечно же, он всем нравится. И водителям, которые ездят по дорогам, для которых светофоры тоже важны. И пешеходам, потому что они идут и видят зеленый цвет, что теперь-то можно наконец-то идти, переходить дорогу. Внимательно стараемся переходить дорогу на зеленый цвет. Ах, почему, почему, почему был светофор зеленый? И вот мы с тобой нарисовали. Светофор у нас получился потрясающий, простой, яркий. Мы арт-проект сегодня выполнили на пятерку. Я буду рад, если ты покажешь свои светофоры мне в инстаграм. А давай сейчас сделаем его еще лучше. А каким образом? Возьмем тоненькую кисточку, тоненькую среднюю, или, к примеру, плоскую среднюю кисточку, или рисуй той же самой кисточкой, которая у тебя есть, и сделаем блик. Раз, два, еще зеленого, три. Эти блики помогут нам яркости придать нашей картине. Мы же с тобой настоящие художники. И у нас получается все лучше и лучше. С каждым днем мы рисуем круче. У нас получается проще, мы получаем ярче рисунки. Мы рисуем светофор с удовольствием. Это очень легко и полезно. И мамам знать тоже, что светофоры полезно рисовать. Надо, конечно же. И рисуем с любовью. Вот что мне нравится, так это простота в светофоре. Не перепутаешь, смотришь и радуешься, потому что он управляет нашей жизнью. Но только там, где нужно. А потом мы делаем все сами. Мы сами принимаем решение идти нам и ждать. Или нужно бежать и спешить. Так что, ребят, думайте, потом двигайтесь. Хорошее настроение, хороших рисунков и всего хорошего. Всем прям счастья, счастья, счастья. Пока-пока-пока.